Колокольчик чертога Морока Место, которое находится между жизнью и смертью Как можно видеть, этот храм как будто бы висит где-то в небе И снег здесь идет снизу вверх Три обезьяны, фиолетовая, красная, зеленая и одна ширма пуста И давайте для начала пообщаемся с единственным разумным обитателем этого места И чтобы выбраться из чертогов Морока, нам необходимо победить обезьян И монах дает некие подсказки, как это можно сделать Морока Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует... Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 зеленую обезьяну если присмотреться она как раз находится здесь рядом он там наверху и нужно всего лишь просто позвонить в колокол и мы увидим как ее оглушает так как у нее очень чувствительный слух это становится для нее смертельным и давайте поймаем следующую обезьяну которая хорошо видит тут нам еще также будет мешаться красная обезьяна которая призывает вот таких вот духов обезьян они не очень сложные но могут составить проблем за них не дают никакого опыта нам необходимо добраться до этого здания здесь можно как раз увидеть обезьяну которая хорошо видит и она действительно очень хорошо видит и и убегает от нас но давайте прочитаем очередную подсказку заметка про чертог света голый огонек на ветру когда он гаснет тут темно как ночь это очередная подсказка о том как нам поймать фиолетовую обезьяну нам необходимо погасить здесь огонь это мы открываем дверь проветриваем помещение и тем самым тушим здесь свет дверью у нас бездна и теперь нам необходимо пользоваться колокольчиком она красную обезьяну пока трогать не будем пока что бегает хотя если приноровиться то можно ее поймать но я не поймал поймал сам себя упав в яму выпьем немного саке я согрел пробежим опять наши башни для этого нам нужно также спугнуть еще фиолетовую обезьяну чтобы она забежала туда куда нам нужно и теперь она у нас в ловушке она ничего не видит но мы то видим что прекрасно благодаря нашему умению видеть в темноте давайте еще раз воспользуемся колокольчиком чтобы ускорить процесс и нам осталось поймать последнюю четвертую обезьяну для этого нужно спрятаться чтобы пропасть ее из ее поля зрения и здесь нам может помочь леденец гатиина чтобы стать менее заметным это обезьяна не особо слышит не особо видит но очень любит стучать свою сковородку и призывать духов но не в этот раз это не так это не так а а что что должно Продолжение следует... Воспоминания храмовой обезьяны. Обезьяны в ширме были стражами чертогов Морока и друзьями божественного дитя. И также мы изучили новую технику кукловода. Техника ниндзитсу позволяет управлять жертвой, как марионеткой, расходует эмблемы духа. Активируется после выполнения смертельного удара сзади. Эта техника временно оставляет в нашем мире дух, который должен был его покинуть. Жертва будет исполнять приказы кукловода, но потом все равно должна будет умереть. Мы только что слышали голос божественного дитя. Того самого, о котором говорил изъеденный червями монах. И, похоже, она каким-то телепатическим способом связалась с нами и вытащила из Морока. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Но я не за этим сюда пришел, чтобы так просто уйти Субтитры сделал DimaTorzok 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 в играх Аптфромов. Это был Бладборн. Если вы помните, церковь исцеления и его монахинь, которые являлись сосудами для особой крови, которая могла исцелять. Извините, Мико-шинобио. Можно отдать ей главу обезъеденных червями, который нам передал монах. Спасибо. Так же, как и Кура, ей можно показать капельку Сакуры. Мико-шинобио. И давайте уже ее отдадим, чтобы повысить силу нашего воскрешения. Поехали. Погналите. Крым. Повышена способность к воскрешению. 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 В чертоге морока находятся между жизнью и смертью. Там блуждают души божественных детей, поселившихся в храмовых обезьянах. Вот почему божественное дитя от молодости называет их друзьями. Итак, что из этого всего следует? А то, что монахи храма Сэмпо проводили эксперименты на детях. Пытаясь из них искусственно сделать божественных наследников. Чтобы потом из них брать кровь и становиться бессмертными. И как мы можем видеть, мы открыли ту самую запертую дверь, которую я показывал вам в прошлой серии. И опять пришли к нашему колоколу. Ну, в чертоге морока нам больше не нужно. А теперь нам предстоит немножко побегать, чтобы продлить несколько квестов. О, Синоби-сан! И похоже, что Катару не так уж и плохо у Анаямы. Анаяма придумал неплохую легенду для того, чтобы заставить Катара помогать ему снимать доспехи с мертвых воинов и впоследствии их продавать. И теперь у Анаямы продается несколько новых предметов. А именно, это материалы для апгрейда нашего протеза. И теперь у него стал бесконечно продаваться черный порох, появился магнетит, и желтый порох, и кусок воска. Вот кусок воска, это, наверное, самое ценное, но, к сожалению, он у него кончается. Но давайте сразу потратим деньги и купим у него немножко желтого пороха. Больше никаких квестов он нам не дает. Но это еще не совсем конец его квестовой линии. Она продолжится попозже, когда настанет другое время суток. Как вы могли уж заметить, степенно в игре меняется время суток. Начинали мы игру утром, а теперь уже настал день. Время дня меняется после определенных моментов. И день у нас, по-моему, настал после того, как мы победили генетира. В связи с этим еще и растут и цены на товары, а также и сила противников в некоторых локациях увеличивается. И перед тем, как возвращаться в святилище, я съем рис, чтобы в очередной раз попросить риса. И это очень важное действие для того, чтобы продолжить с ней квест и получить одну из концовок. Если прийти к ней с рисом, то она нам его не даст. А также, если его попросить сразу, она нам тоже его не даст. То есть для этого нам нужно куда-нибудь сгонять, после этого вернуться к ней снова, чтобы его попросить. И давайте теперь попроведуем нашего медика Дадзюна. Посмотрим, как у него дела. Здесь опять он встречается. И удавшиеся эксперименты Дадзюна, судя по всему. Которые, можно сказать, наполовину удались. Убить их не так уж и просто. Как вы помните, он экспериментирует с его Доми молодости. И, похоже, тоже пытается добиться какого-то результата с бессмертием. И можно его подслушать. Как можно видеть, там Дидзи Амона. Это про того самого самурая и говорит Дадзюн. Ну, а как вы могли слышать, Дадзюн как будто бы разговаривает с кем-то еще. А именно с Досаку. Как он говорил, Досаку это его учитель, мастер. Но если приглядеться, кроме Дадзюна, в камере там больше никого и нет. Еще можно сделать вывод. Что у Дадзюна раздвоение личности. А Досаку это тот самый лучший ученик Догана, о котором нам говорила Эмма. Который как раз и уволок все труды о водах молодости. И давайте опять вернем в святилище. Как я и говорил, беготни предстоит много, но это необходимо. Как я и говорил, Дадзюна. В очередной раз объедаемся рисом. И давайте еще раз посидим в заброшенной подземелье. Автоэйм постоянно сбивает мой прицел. Но, кстати, если поставить клинок бессмертия, то можно их, по-моему, убивать с первого города. Должен лишать их не смерти, но все равно они встают, то есть с первого удара он их не убивает. Запачканное письмо лекаря, Потрепанное и запачканное кровью письмо, написанное Досаку, лекарем из заброшенного подземелья. На дне пруда в деревне Мибу обитает карп цвета сакуры. Его можно узнать по красным глазам. Говорят, они не подвластны тлению. Мне нужны эти красные глаза. Досаку. Похоже, у Додзюно эксперимент прошел неудачно. И Дзидзиамон теперь уже не человек. Итак, для его лекарства теперь нам нужно принести ему некие глаза карпа. Итак, давайте уже сходим к Куро. Эмма ничего нового не говорит. Продолжение следует... Продолжение следует... Звучит музыка. Звучит музыка. О, да, я еще забыл здесь собрать магнетит. По-моему, здесь можно было подслушивать Кура вместе с Эммой, но пока что они не хотят разговаривать. Давайте сходим к Асину и спросим, что он думает по этому поводу. По поводу моего нового приобретения. И, кстати, вот можно здесь увидеть костюм Тенго. Что еще раз говорит о том, что Асины есть Тенго. Звучит музыка. Звучит музыка. Звучит музыка. Но самое интересное больше не в этом диалоге, а в том, что Асина тоже можно подслушать. Звучит музыка. Тот, что у него должно быть черный. То есть это говорит о том, что помимо алого клинка, есть еще и черный клинок. Который принадлежит ему. Кому именно ему, Асин не сказал. Но, возможно, вы уже могли догадаться, но если не догадались, то спалить ведь я вам не буду. И здесь нам нужно сделать пару дел. Сперва нужно поговорить с нашим мертвым учителем. Можно ему попытаться не рассказывать. Ну, в этом нет никого у Лора, поэтому давайте ему расскажем. Звучит музыка. Звучит музыка. Но он пока что не готов, вернемся к ним попозже. Чтобы даровать ему смерть. Давайте немножко поапгрейдим наш протез. Нам здесь многое нужно сделать, но, к сожалению, у меня не хватает денег. Так как я все потратил. Но у нас наверняка есть заначка. В виде тяжелых кошельков. Давайте распотрошим парочку. Думаю, что тысячи сцен нам должно хватить на пару апгрейдов. Улучшим огненный клапан. Огненный ствол, заряженный порохом, расходуя в таблице духа, поражает врагов струями огня. Пружинный механизм можно дополнительно заводить, чтобы отбрасывать врагов массивной вспышкой пламени и волной раскаленного воздуха. И давайте еще улучшим наш зонт. Встроенный зонт усилен магнетитом. Раскрытым зонтом можно защищаться от атак со всех сторон. В движении защищает от легких атак. Отделка закаленным магнетитом делает зонт практически непробиваемым. Вращая зонт, им можно отражать вражеские атаки. Сейчас я вам покажу, как это все работает. Для этого нужно выйти из зоны комфорта. И давайте поставим усиленный огненный клапан. И магнетитовый зонт. Усиленный клапан работает таким образом. И происходит такой взрыв и отскок назад. Ну а зонт теперь помимо того, что с ним можно вот так ходить. Его можно вот так еще и дополнительно крутить за счет эмблем Дука. И это будет работать как парила. Вообще зонт очень полезная вещь в этой игре. И если у вас что-то не получается, то рекомендую его использовать. Он работает против многих врагов. И достаточно неплохо. И давайте опять вернемся в святилище. Вот такой вот круговорот секира в природе. Кажется, нашей девочке становится все хуже. И если у вас что-то не получается, то рекомендую его. и здесь нам как раз пригодится хурма подойдет любая хурма 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 и суха и 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 в дополнение к обычному рису она нам также еще дает рис для куро рис полученный из рук божественного дитя вот молодости предназначается в подарок куро рис большая ценность главное для меня чтобы божественному наследнику стало легче кура будет рад такому угощению ну что ж давайте теперь сходим кура и 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 Он говорит интересную фразу «Позор мне, что я не убил себя после смерти господина». И как мы можем видеть, что причина бессмертия кроется вот в этом черве, который находится внутри изъеденных червями. И он дает нам уникальный предмет, который называется «Фальшивый зуб». Фальшивый зуб с тайным синим ядом многократного действия. Чтобы принять его, нужно как можно сильнее надавить на фальшивый зуб коренным зубом. Смерть наступает мгновенно. В определенных ситуациях это может быть весьма кстати. Не стоит и напоминать, что многократное действие яда обычно не пригождается. Некоторые, наверное, задают вопросом, а зачем он вообще нужен? Я вам позже покажу, как он может применяться и для каких целей. Вернемся к Куре и посмотрим, что он нам там приготовил. Сладкий рисовый шарик Сладкий рисовый шарик сделанный Курой из риса божественного дитя. Постепенно, со средней скоростью восстанавливает жизнь, устойчиво восстанавливает концентрацию. Однажды Филин, не говоря ни слова, протянул полумертвому от голода волку рисовый шарик. Он был удивительно вкусен. Должно быть, этот шарик столь же вкусный. Здесь есть вариант его съесть попозже, либо съесть сразу, но забавный диалог. Может прозвучать, если мы попытаемся уйти. Ну, конечно, глупо было бы, просто так есть такой полезный баф. Но давайте его все-таки сидим. Еще раз проверим стену. Да, наконец-то появился диалог, который можно подслушать. Ну, похоже, просто Кура наслаждается, как он вкусно готовит. Не более того. Ну, конечно. Итак, нам нужно найти три ингредиента. Пока что о Сакуре мы ничего не знаем. А вот цветок или камень вполне можно найти. И теперь у нас есть выбор. Либо идти в опустившуюся долину, либо спуститься в глубины. Я рекомендую второй вариант и объясню потом, почему. Но перед этим, для успокоения души, еще раз слетаем в святилище. Я рекомендую. Да, я педа по себе здесь. Да. Я рекомендую. Я рекомендую. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует... Да, все-таки рис нужно было съесть до того, как сюда перемещаться. Ну, да ладно. Продолжение следует... А сейчас давайте переместимся к бездонной дыре. Мы здесь уже были. И наша старуха на месте. Маэ-сан... Минаге сарелу ну каэ... Нанда то... Ашина-носоко ни китаку ба... Минагео сарелу га... Йои жяро... Атчи жя... Ашина-носоко... Атчи жя... Бабуля-гид указывает нам, что нужно сброситься. И это уже далеко не первый случай в играх от Фромов. Давайте так и сделаем. Продолжение следует... Атакует... Аминь... Минагео... Аминь...